Минувшую ночь для многих родителей и будущих первоклассников выдалась бессонно. С сегодняшнего дня стартовала запись детей в школу и в некоторых регионах папа и мама начали занимать очереди с вечера. Среди них были даже те, кто уже успел зарегистрировать ребенка на сайте госуслуг. Испытания холодом и усталостью выдержали не все. Некоторые родители решились на штурм. Константин Панюшкин подробнее. Драмой закончилась попытка двух мам пройти без очереди в 33-ю. Самую обыкновенную общеобразовательную Хабаровскую школу. Удача, что разъяренная толпа их вовсе не затоптала после суток дежурства на морозе. Все электронно, только вот эти люди зачем здесь стоят? Никому же неизвестно. Разговоры на повышенных тонах на лестнице 69-й Екатеринбургской, тоже общеобразовательной. В полночь все эти родители спешили первыми записать ребенка в первый класс через сайт госуслуг. А после посреди ночи с документами ринулись к школе. Я в 9 утра пришел. Все. Стоты. Здесь в первый класс возьмут только 168 детей, а вот желающих несколько сотен. Мы будем всех ждать, пока все принесут документы. Зачем не сдавать если я 300, допустим? Заявки на поступление в первый класс принимают по трем каналам. В онлайне с полуночи 1 февраля. Но порталы то и дело висли часами. В офисах многофункциональных центров и из рук в руки. В школах многие по старинке выбрали именно последний способ. Все стали родными. Стоять и контролировать. Чтобы соблюдалась очередность и чтобы не было толкотни. За родными-то глаз да глаз. Первые родители пришли к 13-му железнодорожному интернату еще накануне днем. Отмечаться. Договорились каждые 2 часа. И не дай бог было проспать в эту роковую ночь. Ну вот человек, который был за мной 28-й. Ее вычерпнули. Поставили 60-й. Это при том, что мест в первом классе обещано всего 50. А вот это уже Красноярск. Несколько часов до рассвета. Дежурные караулят списки фамилий на заснеженной лужайке. Где 1 сентября, если повезет, их дети построятся на линейку. В единственной на всю округу школе 200 мест. В то время как желающих 800. Другого варианта в любом случае нет. Потому что школа здесь одна. Я просто не понимаю, почему просто нет вторая школа. Смешно. Район такой огромный. Сейчас ты уже стоишь и думаешь, как бы не появился какой-то левый список. Как чтобы ничего там, кто-то что-то не начал придумывать. Как свидетельствуют архивные кадры, если что, не пропустят и руки не подадут. Все, уходим все! Это 2011-й. Учителя через окно решили передать сознательным родителям бланки на поступление. В той ходынке папа и мама дрались за будущее детей, не щадя живота. Цивилизованные. Прием же сакция наша. Снова 2017-й. Школа открыла двери. Первые по списку ринулись внутрь. Я подошла. Я стою. Я давно. Оказалось, что к рассвету образовалось целых три списка конкурирующих родителей. Так подняла. Нормально. Все в порядке. Женщина, решившаяся на отчаянный поступок, не пострадала. На ее удачу в эту школу своего ребенка отдает полицейский. Живущий неподалеку не допустил самосуд. Другое дело, найдет ли она свою фамилию в списках зачисленных первоклашек. Константин Панюшкин, Наталья Голуб, Анна Пузанова, Юрий Рублев, Первый канал.